Добро пожаловать на мой канал начинающим кулинаром Новис Кокс. Сегодня я предлагаю вашему вниманию очень интересный салат. Он очень похож на салат Цезарь, но отличается заправкой. Это опять своеобразная средиземноморская кухня с азиатской ноткой. Всем советую попробовать на новогодний стол приготовить этот очень легкий салат. Итак, что же нам потребуется, чтобы его приготовить? На поддон куриного филе потребуется 5 ломтиков белого хлеба, батона. Нарезаем ломтики на брусочки и затем из брусочков будем делать кубики. Это первый компонент нашего салата. Сделать его нужно заранее, вот именно в такой последовательности, как я вам показываю. После того, как все брусочки нарезаны, складываем в кубики наши получившиеся в миску. И затем делаем заправочку. Заправку делаем в отдельной мисочке. И для нее нам потребуется соевый соус. Вот на 5 ломтиков хлеба 2 чайные ложки соевого соуса. Затем понадобятся любые травы. Это могут быть итальянские травы, прованские травы. То, что вам больше нравится. Перемешали. Теперь добавили оливкового масла. Также столько ложечек, сколько вы положили и соевого соуса. Можно на одну больше добавить. И затем в эту смесь, как следует перемешаем, добавим зубчик чеснока. Или два. Здесь все зависит от вашего вкуса. Хотите, чтобы сухарики получились с ярко выраженным вкусом, добавляйте 2 зубчика. И вот эту смесь, как следует мы ее перемешаем и положим на сухарики. После того, как мы нанесли нашу смесь на сухарики, тщательно перемешаем все сухарики и отправляем их на сковородку. Наша задача обжарить сухарики, чтобы они были золотистые и красивые. Итак, мы выложили на сковородку сухарики. Теперь займемся курочкой. Я взяла, как я уже сказала, упаковку филе. Выберите в зависимости от количества персон. Нарезаю на брусочки куриное филе. И затем разрезаю. Можно напополам, можно на три части. В зависимости от того, какого размера ваше филе. И вот такие брусочки я оставляю. То есть, если они получились широкие, нужно их разрезать еще на пополам. Теперь все филе перекладываю в миску. Нужно филе посолить, добавить перец. Перец может быть любой. Можно смесь перцев добавить. Здесь все зависит от вашего желания. И после того, как вы добавили перец, добавляем. Теперь наливаем также соевый соус. Прямо на филе. Я налила две чайные ложки. Также сюда добавляю масло оливковое. И можно добавить, опять-таки, любых трав. Какие вам нравятся травки сухие. Душистые травы могут быть абсолютно любыми. Как следует все перемешиваю. Можно добавить также чесночок. Раздавить пару зубчиков чеснока. После того, как мы все перемешаем, мы оставляем на 15 минут. Теперь берем сыр фета. Я его буду мешать с сыром фитаксой. Беру напополам. Ну, где-то грамм 50-70 одного сыра, грамм 50-70 другого. Мелко нарезаю укропчик и добавляю его в сыр. Почему я беру два вида сыра? Сыр фета очень соленый. Чтобы не переборщить с солью, его нужно разбавить любым сливочным сыром. Это может быть и маскарпоне, и рикотта. Какое угодно. Теперь в эту смесь добавляю чесночок. И теперь нужно тщательно вымыть руки и смазать их растительным маслом. После того, как мы все как следует перемешаем в однородную консистенцию, мы будем из этой массы катать шарики. И чтобы они лучше скатались, мы будем смазывать руки растительным маслом. Выкатываем шарики и выкладываем их на тарелочку. Все наши шарики готовы, пока их отставляем в сторону. Теперь нужно как следует обжарить курицу и продолжаем дальше собирать наш салат. Я беру пекинскую капусту. Можно взять салат айсберг, небольшой качанчик. Нарезаю и выкладываю в миску. После того, как я разобралась с зеленью, беру половинку крымской луковицы и нарезаю полукольцами. И также этот лук добавлю к зелени. И потом, после того, как вы добавили лук, нужно на перышки разделить, беру болгарский перец. Вырезаю семена, разрезаю пополам и нарезаю просто ломтиками. Можно брусочками нарезать. Здесь, как ваша фантазия вам подскажет. После того, как вы нарезали перец, перец отправляется также в тарелочку с луком и с листьями зелеными. Овощная часть готова нашего салата. Все перемешаем. И теперь нужно выложить на блюдо, на котором будет подаваться салат. Выкладываем салат. Сверху нужно будет непременно выложить наше куриное мясо. А заправка, которую мы приготовим для нашего салата, состоит из сока одного апельсина. Я выжимаю сок. Теперь в этот апельсиновый сок я добавляю соевый соус. Беру две столовые ложки. И также добавлю майонез. Не думайте, что здесь опять-таки какие-то несочетаемые продукты. Также две столовые ложки майонеза. Теперь нужно все перемешать. Выложили мы мясо. Теперь посыпаем сухариками со специями. Выкладываем шарики. И теперь поливаем сверху нашей заправочкой. Салат получился просто великолепный. Попробуйте. Он не тяжелый, но в то же время довольно-таки сытный. Желаю всем приятного аппетита. Дорогие мои подписчики, я поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Всем желаю здоровья, удачи, благополучия, радости побольше в Новом Году. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Буду признательна, если отрекомендуете мой канал своим друзьям и знакомым. Еще раз с наступающим вас Новым Годом. Желаю по традиции приятного аппетита и всех-всех благ. До новых встреч на моем канале Начинающим Кулинаром Новис Кукс. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова